На Ринмар-Дориемстрой планирует через 1-2 года увеличить годовую выручку до 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил директор предприятия Владимир Низьев на встрече с губернатором округа Игорем Кошиным. По словам главного дорожника региона, выручка предприятия, рухнувшая в 2014 году до 97 млн рублей, уже в прошлом году выросла более чем в 8 раз. В нынешнем году ожидается сохранение прошлогоднего оборота, что позволит предприятию закончить год без убытков и даже получить небольшую прибыль. Выход на годовые обороты в 1,8 млрд рублей, которые во многом будут обеспечены строительством участков автодороги на Ринмар-Усинск и объездной дороги в Наринмаре, позволит предприятию зарабатывать 40 млн рублей прибыли и, соответственно, 25% от нее, это 10 млн рублей, перечислять в окружной бюджет. Увеличение объемов прибыли позволит вкладывать и в собственную модернизацию. Износ оборудования дорожников сейчас составляет почти 60%. Поправить положение в прошлом году помогли бюджетные вливания. 60 млн были направлены на покупку 14 единиц техники. В нынешнем году Наринмар-Даримстрой закупает еще 10 единиц техники на 78 млн рублей, но уже в лизинг. Три единицы самосвалов, бортовой автомобиль с краном, автокран на базе КАМАЗа, вот одна единица эскаватор гусеничный, волево, уже получим каток тротуарный небольшой, 2,2 тонны, и каток дорожный комбинированный, 8 тонны. Также бульдозер обновляется, Б-10, и малогабаритная своеводная установка. Поставку новых машин ожидают к 1 сентября. Кроме того, по словам Владимира Низьева, в нынешнем году планируется завершение строительства здания ремонтно-механических мастерских. На это необходимо почти 9,5 млн рублей. Обсудили стороны и кадровые вопросы. Владимир Низьев сообщил, что среднесписочная численность работников составляет 230-250 человек. Губернатор поинтересовался, какую долю из них составляют жители НАУ. У нас в среднем 60, где-то 60 процентов, это местные жители, 65. Остальные 40. Остальные 40, это в том числе вахтовики и ЭТР порядка 15 человек. Увеличить процент местных кадров на предприятии. Такую задачу поставил глава региона перед Наринмардо Римстроем и Ненецким профессиональным училищем. Для этого образовательному учреждению необходимо начать подготовку бульдозеристов, экскаваторщиков и других дорожных специалистов. По словам главы региона, отдача наступит не сразу. Но через 2-3 года округ получит квалифицированных работников для работы на предприятии. В целом глава региона отметил динамику развития предприятия, которое в минувшем году привело в порядок окружные дороги и поблагодарил руководство за качественную работу. Каждый квадратный метр асфальта, положенный на землю, мы отвоевываем, собственно говоря, для города у песка. То есть мы убираем все равно этот песок, потому что песка реально становится меньше. Озеленение надо делать каждый год. Это постоянный процесс. Значит, к вам тоже просьба. Вот в прошлом году очень сильно эти откосы убрали, бордюры почистили. Значит, продолжайте тоже эту работу убирать. Вот, чтобы... Ну, тогда у нас дороги, первых, и вид имеют другой, и эксплуатировать их проще. Я просто цифры посмотрел, был приятно удивлял. Снижается, значит, аварийность на дорогах. Это прям, ну, прям динамику видно. 15-й, там, первый клубник, 16-й. В конце встречи губернатор округа сказал, что дорожников, вероятно, ожидает еще один подряд на строительство в Наринмаре двух закольцованных велосипедных дорожек, тротуаров и остановочных комплексов. Елена Семеновичева, Ирина Цепитова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». КОНЕЦЕЙ МОГРАТИАТИНА Примеприятия КОНЕЦЕЙ МОГРАТИНА рицелуй Чем mais Бло Примеприятию